Рече Господь притчу сию, Человека два, в недоста в церковь помолитесь, Един фарисей, а другие мытарь. Фарисеи же став, сицы в себе моляшися, Боже, хвалу Тебе воздаю, Яко несмь, якоже прочие человецы, Хищники, неправедники, прелюбодеи, Или, якоже сей, мытарь, Пощуся двократы в субботу, Десятину даю всего, елика притяжу. Мытарь же, издалече стоя, Не хотяши ни очи возвести на небо, Но бияши перси своя глаголя, Боже, милостив буди мне, грешнику, Глаголю вам, якосниди сей, Оправдан в дом свой, паче он аго, Яко всяк возносяйся, смириться, Смиряяй же себе вознесется, Кому неизвестно это чтение? Это совершенно прописная истина, С той только печальной добавкой, Что мы забываем. Мы не носим в себе слово, И так теоретически знаем его, Но не руководствуемся им На всякое время, на всякий час. Поэтому и надо опять и опять Накануне Великого Поста Прочитывать эти священные слова Сегодня о мытаре и фарисее, И потом о блудном сыне, О страшном суде и так далее. Напоминать себе, Как пишет Петр, Напоминанием возбуждаю вас чистый смысл. И так сегодня мы остановим Своё внимание, пожалуй, на следующей детали. Заметьте, что между мытарем и фарисеем Разница не только в том, Что один горд, другой смирен. Один много говорит, Другой очень кратко молится. Умеет, так сказать, Втиснуть всю свою палитру Душевных переживаний В краткие слова. Можно ведь было тоже там Растекаться словами там Я такой сякой, я негодный, Я паршивый, я самый грешный такой. Мы не видим этого в мытаре. Он только говорит, Боже, милости будем не грешным. Все, это значит, велеречие, Оно прохлаждает душу. Даже якобы покаянное велеречие. Мытарь мало говорит, Заметьте себе это. А фарисей много говорит. Это большая разница. Но еще заметьте, Вот сегодня я хотел бы, Чтобы мы вот об этом Даже никогда еще не говорили. О том, что фарисей замечает Стоящих рядом или возле него. Кто еще в храме есть? Фарисей замечает. Он, его гордое сердце, Хочет найти себе пищу для осуждения. Он себе отделяет всех людей. Он благодарит Бога за то, Что он не такой, как все. А всех он называет хищниками, Неправедниками, Прелюбодеями. А потом хочет какую-то конкретную, Такую, в зубы взять птичку. И он смотрит. Или вот как сей мытарь. Находит себе человека рядом, Который хуже его. Я не такой. То есть фарисей замечает находящихся рядом. А мытарь никого вокруг себя не видит. Соответственно, ни с кем не разговаривает. Ни в кого не тычет пальцем. Никого не оценивает, В чем пришел, Как одет. Ну и так далее. То есть то, чем занимаемся мы с вами Очень часто в храме. Здороваемся. Привет, привет, как дела? Мы замечаем всех, кто есть в храме. А эта вот была сегодня в церкви? Нет, не была. А этот был? Этот был. Мы знаем, кто был в церкви. Значит, мы не мытарь. Потому что мытарь никого не видел. Глаза в пол. Боже, милости будем негрешному. Так и стучал себя в грудь, Такой покаянный жест. В православии его нет. А там, допустим, в других традициях, Там есть, они прямо себя лупят себя Прямо в грудь, так что до кашля. Такой, Боже, милости будем негрешному. Стучит себя в грудь, Потому что я виноват больше никого. Вот это себе и возьмите сегодня, Если желаете. Этого хватит. Потому что мы, вы, они, Кто бы это ни услышал, Он применит к себе, Он поймет, что это мое. Потому что мы замечаем все, Что есть в храме. Как там расписано, Как там украшено, Как там убрано, не убрано. Кто пришел, кого не было. Было много людей, не было мало людей. Это все мы замечаем, Потому что мы не мытарь. Мы фарисей, коллективный фарисей. Нам все интересно. И потом это все, что нам интересно, Превращается в предмет осуждения, Обсуждения, похвалы. А в человеческом роде все прелюбодейное. Похвала гнилая. И осуждение само собой гнилое. Человек что хвалит, что ругает, Одинаково грешит. Потому что и там прелюбодейство, И там гордыня. Все это, все гнило в человеке. И вот возьмите себе это сегодня, Братья и сестры. Ну а для того, чтобы было легче взять, Поймите, пожалуйста, Что ориентировано богослужение на слух, А не на глаз. Да, в храме должно быть красиво. В храме должно быть красивее, чем везде. Чем в Эрмитаже, чем в колонном зале, Значит, на Кремлевском. В храме должно быть красивее всего остального. Но в принципе храм не для глаз. Храм для ушей. Потому что самая твердая дорога в сердце, Это уши. Не глаза. Видим мы, как правило, только то, что умеем видеть. То, что у нас есть внутри. Помните маршак? Ну вернее, английские пословицы в переводе маршака. Где ты была сегодня, мышка? У королевы английской. Что ты видала при дворе? Видала мышку на ковре. То есть мышка не способна оценить Пышность королевского двора. Присутствие иностранных министров. Присутствие там каких-то советников. Обсуждение больших дел. Она просто мышка. Она замечает, что там такое. Она ищет свое. Так вот, и мы такие же. Глаз наш замечает в окружающем мире только свое. Мы не видим красоты Божьего мира. Мы видим только то, что нас интересует. Садовод видит свои помидоры, А при любоде видит свою телесную красоту. А знаток архитектуры смотрит на свои старые камни. Мы не видим всей картины вместе. Потому что глаза – это предательский советник. Это не то, что на то, что нужно опираться. А вот на уши опираться можно. Потому что Павел сказал, что вера – отслышание. Поэтому, если ты зайдешь в храм Божий, закроешь глаза и будешь слушать, ты ничего не потеряешь. А если ты зайдешь в храм Божий и будешь зыркать направо-налево зенками, значит, может, глазки-то они заведущие. А только потом, после глазок уже и ручки загребущие. Пока глаз не видит, руки не гребут. Потому что глаз заведущий и руки загребущие. Только так, глаз соблазняет человека. А Соломон говорит, не насытится око зрением. Не насытится око зрением. Сколько бы ты не путешествовал по миру, ты можешь повидать и северное сияние, и пальмы, и ледники, и красоты там разных пляжей средиземноморских, и африканскую жару, и степи, и саванны, и горы, и что. А не насытится глаз зрением. Никогда не хватит, не скажет, глаз хватит. Глазу мало. Глаз совершенно жадное существо. В маленьком зрачке помещается вся вселенная. Глаз, это жадина такой. Он вечно жадный к впечатлениям. Он не учит вере. Глаз не учит вере. Учат вере уши. Из всех наших чувств. Поэтому слово важнее всего. Слово Божие важнее всего. И ухо, открытое к Слову Божьему, важнее всего. Это прямая дорога в сердце. Притом еще заметьте себе, что из всех наших чувств, а у нас их пять телесных чувств, обоняние, вкус, осязание, слух и зрение, это пять струн на псалтире. Следующие пять струн, это уже духовные способности наши. И так получается, псалтирь десятострунная, это человек. Воспойте, Господи, песнову на псалтире десятострунном. Это на человеческих чувствах нужно сыграть как бы Богу новую песнь, если человек спасен и Дух Божий в нем. Так вот, из пяти наших чувств все чувства обращены внутрь, кроме глаз. Вкус ко мне, осязание ко мне, обоняние, вдыхание аромата ко мне, ухо ко мне и только глаз наружу. Слышите? Глаз он туда, а все остальные чувства туда. Поэтому ориентируйтесь в храм Божий, приходя на уши, а не на глаза. И тогда мы будем ближе к этому мытарю, который ушел из храма оправдан пачеонаго. Фарисей не осужден, потому что он верующий. Он не осужден, он не проклят, не отброшен. Он верующий, у него все есть. И есть надежда, что он поменяет свои преступные мысли. Для того и Христос пришел, чтобы совершить революцию в сознании, чтобы дать нам такие мысли, которых не было, и забрать те мысли, какие есть. Поэтому фарисей не ушел осужденный, нет. Он ушел менее оправданный. А мы же хотим прийти в храм одними, а уйти другими. Хотим уйти из храма оправданными. Более, более, еще более оправданными, чем там даже мы ожидали. Поэтому, приходя в храм Божий, ну зарекитесь вы рассматривать направо и налево все, что можно увидеть. И вот эти вот здорования друг с дружкой, значит, и балабольство это все, там здрасте-здрасте, там это обсуждение новостей, здесь ли в храме или в притворе, или когда закроются царские враты перед причастием. Да когда бы то ни было, ну разве храм это место разговоров? Это дом Божий и сия врата небесные. Страшное место сия. И сия дом Божий, и сия врата небесные. Поэтому вот эту простую мысль, если мы сегодня унесем, то мы уже будем большие богачи. В храм Божий приходя, если хочешь быть мытарем, да никого я не видел, кого ты видел в храме? Да никого я не видел. А кто служил? Да я не знаю, по голосу вроде там отец Андрей, или отец Петр как бы. Ну так, в принципе, Серафим Саровский куда грел глаза девать на службе? На три места. Либо закрой их, либо на горящую свечу смотри, или лампаду. Особенно вечером, когда темно, очень удобно глазки свои направить на мерцающий огонек лампады, в темноте, этого хватит на все три часа в сеночной. Больше некуда смотреть. Смотри глазами сюда, сердцем внутрь, и все. Так вот, на лампаду, на свечу, как бы, закрыть их совсем, только слушать внимательно. И на икону, на образ. Разговаривайте с Господом Иисусом, или с Пречистой Матерью, глядя на Его образ. Но не по сторонам. Потому что именно этим на сегодня для нас пусть отличается мытарь и фарисей. Уши, дверь веры, глаза пока что еще предатели. Потом, закончу уже, потом Иов сегодня говорил, мои глаза, не глаза другого увидят Господа. Это он о воскресении мертвых говорил. Что я сам воскресну, в этой плоти воскресну, увижу Бога моего, Искупитель мой жив. Это будет потом. Между глазом и ухом, там расстояние в ладошку, и оно потом придет от уха вера, дойдет до веры зрительной, до веры созерцательной. То есть мы сначала начинаем с слышания, а потом должны прийти к созерцанию. И в псалмах написано, как мы слышали, так мы и увидели в ограде Господа сил, в ограде Бога Иаковля. Слышите? То есть путь такой. Сначала услышать и уверовать, а потом очиститься и узреть. Как услышал, так и увидишь. Но для начала обращайте внимание на слух и опускайте глазки ниже в Храме Божьем поменьше, переглядывайтесь и узнавайте, что, где, кто там стоит, повторяю, в чем одет, ибо это 100% фарисейская закваска. Аминь. Субтитры создавал DimaTorzok